Всем привет! Сегодня хочу вам немножко показать Венецию с воды. Мы были в Венеции, арендовали гондолу. Гондола стоит порядка 80 евро полностью гондола, сколько бы там человек находилась. Конечно, они заряжают большую цифру, но мы узнали расценки, поэтому взяли гондолу. У нас было четверо. И попросили покатать нас по нетуристическим местам, не с огромным количеством туристов, по каналам, где мало туристов. Как видите, Венеция тонет. Вот эти вот столбы, они сделаны из... Да, сделаны они из лиственницы или из дуба. В одной из версий говорят, что из России даже возили. Ну, не думаю, потому что здесь недалеко горы. Хотя, ну, все может быть. В общем, из лиственницы и из дуба сделаны столбы, потому что здесь зыбкая почва побывали эти все столбы, на которых, собственно говоря, Венеция вся и держится. Действительно, я не понимаю до сих пор, как Венеция еще держится. Облупленные дома, такие старые. Но мы были, еще раз повторю, не на таких местах, где постоянно бродит толку туристов, а, в общем, в таких маленьких канальчиках. Ну, вот, в этих домах живут люди. Вот они вдыхают, ну, не совсем очень, скажем так, вкусные запахи. Но, тем не менее, нам, как туристам, конечно, это интересно пройтись по каналам, посмотреть эти красивые дома с такой интересной структурой. Хотя говорят, что Венеция относится к городам, где очень не любят туристов. Хотя мне это непонятно. С одной стороны, понятно, потому что туристов столько много, что просто вообще не пройти по улицам. А с другой стороны, эти же туристы приносят деньги, приносят деньги всей Венеции оставляют достаточно приличную сумму. За счет этих денег горожане живут. Кстати, среднегодовой доход гондольера порядка 150 тысяч евро. Это я нашел в интернете. Ну, она, конечно, уходит на лодку на изготовление от 25 до 75 тысяч евро. Ну, вот, где-то получается от 10 тысяч и немножко, в общем, побольше евро в месяц получает гондольер. Ну, а годовое посещение Венеции порядка 20 миллионов человек. При всем том, что население Венеции 250 тысяч. Вот, собственно говоря, вот такие цифры. Вот, видите, такие домики. Прямо находятся в одной, по другой стороне канала. Здесь живут люди. Очень много плавсредств, лодок различных, на которых передвигаются горожане по каналам к городу. Ну, вот, видите, такие есть катера. Ну, туристов тоже, конечно, много. Достаточно. Это же интересно побывать в Венеции, проплыть по каналам в Венеции. Интересно. Просто показываю вам, вот, что такое Венеция с водой, с гондолой. В таких не очень, может быть, туристических местах. Ну, вот, мы вышли уже на Большой канал. Вот, за тем зданием с куполом, что будет железнодорожный вокзал. Как раз я уезжал, поэтому, вот, мы уходим на Большой канал. Уже наша гондолка по берегам. Красивое здание. Люди путешествуют на гондолах, ходят катера, балкончики вот разные там, вот, видите. Ну, я снимал, как что смог, то и снял, грубо говоря. Вот, ну, действительно красиво. Интересно. Это же все-таки Венеция. Всем рекомендую по возможности там побывать. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания.